Госдума сегодня во втором основном чтении приняла резонансный законопроект, исключающий побои в семье из раздела уголовно наказуемых. Но, если подобное происходит впервые и не нанесен вред здоровью. Подробнее Илья Костин. И после второго основного чтения законопроекта главная идея документа сохранилась. В уголовном кодексе была, есть и остается уголовная ответственность за побои. Только теперь она будет применяться не при первичном совершении этого правонарушения, а в случае повторного события. То есть все домашние тираны будут подвергаться уголовной ответственности. Уйти от ответственности не удастся, считают авторы законопроекта. Если, скажем, первый раз взялся за ремень, административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Если же кто-то из домашних в течение года изобьет своих близких еще раз, то ему, помимо штрафа в 40 тысяч рублей, будет грозить уже уголовное наказание. Исправительные работы сроком до полугода. 40% заключенных в тюрьме семейные ссоры, приведшие к тяжелым последствиям. Разве мы смягчаем здесь наказание? Речь идет о том, что отец или мама там где-то, так сказать, легкий шлепок. И мы соседу разрешаем, а родителям нет. Поэтому это чудовищно. И то в первый раз. Летом прошлого года по инициативе Верховного суда Госдума уже декриминализировала статью о побоях. В результате возникла правовая коллизия. Даже легкие воспитательные меры в виде шлепка родственников трактовались законом как более опасные, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице. Мы изначально считали, что в июне прошлого года Госдума сделала ошибку, когда попытки декриминализировать эту статью привела к тому, что за так называемый шлепок можно было в семье получить сразу же два года. Представитель фракции КПРФ при обсуждении предложил свою поправку. Мы касательно бытовых побоев против и предлагаем сохранить уголовную ответственность хотя бы за побои в отношении несовершеннолетних, беременных, женщин и лица, находящегося в беспомощном состоянии. Звучали и другие мнения. Моя же поправка прямо противоположная. Ответственность за повторное правонарушение, связанное с семьей, они должны быть тоже административными, а не уголовными. Единороссы, у которых в Госдуме конституционное большинство, обе поправки не поддержали. Ольга Баталина заявила, что предлагаемые инициативы нарушают концепцию документа, основой которого является одинаковое наказание за одни и те же деяния, независимо от того, кем и в отношении кого они были совершены. Кстати, после первого чтения две недели назад в Госдуме получили письмо из Совета Европы с резкой критикой нового законопроекта. Был ли письменный ответ, неизвестно. Один из комментариев прозвучал сегодня в зале заседаний. Мы знаем чудовищную ситуацию, которая складывается в некоторых европейских странах, где вмешательство в дела семьи, государственное насилие над семьей стали практикой. Сегодняшнее голосование, это голосование по-настоящему историческое. Мы голосуем за то, чтобы закрыть навсегда возможность для подобной практики в Российской Федерации. Кстати, россияне в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание, если подобное происходит впервые. Эта идея по опросам в ЦОМ нашла поддержку более чем у половины наших сограждан. Третье завершающее чтение законопроекта, как ожидается, состоится уже в эту пятницу. Илья Костин, Светлана Баркова, Алексей Матюшкин, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин